Комбайнер-инженер и старший лейтенант милиции. Вот такой интересный и самое главное передовой экипаж убирает урожаев УАО «Козловичи Агра». Они уже не первый год работают. Супер пацаны. Комбайн этот каждый год нарабатывает где-то 2500 зерна. И в прошлом году намолочил 3000 тонн кукуруза. Хлопцы готовят комбайн заранее. Они уже не когда выходные, а вот сменами, когда он работает в МВД, как только выходные, они по вечерам сделали комбайн. И когда уже подошло время убирать, они уже готовы табликотворительника. Он берет отпуск, селенаправленный, и убирает зерно. И хочу сказать, что вот Тараске и Женя, я работаю уже 11 год, а 11 год он постоянно у нас участвует. Если не на уборке, значит, за штурманом погрузчиком. Если не на уборке, то на комбайне он уже 4-5 сезона работает. А так вот он работал или на погрузчике, или возил соломы, даже пахал на анархонасыщем траге. Вот такой вот он парень. Я думаю, что и на своей работе он относится так себе. Я сам закончил Белорусский государственный оградный технический университет в Радзиминске. У меня была профессия первая связана с сельским хозяйством. Неоднократно в период практики летом проходил, ну вот именно практику в этом хозяйстве проходил, также трудился на разные техники, комбайны, трактора и тому подобное. Знание сельхозтехники прекрасно способствует основной работе инспектора дорожно-патрульной службы, особенно в рейдах по проверке техники агропромышленного комплекса. Руководство моего, как говорится, постоянного места работы, где я тружусь, это Слудский РОВД, пошло мне навстречу, дало отпуск, основной отпуск, и в этот период основного отпуска на данный момент вот тружусь в Вову Козлович-Агре. Я являюсь инспектором дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слудского РОВД в звании старший лейтенат полиции. Инспектором ДПС Евгений Сергеевич работает уже три года. До этого проходил службу в Слудском департаменте охраны, но каждое лето вместо отдыха работа в родном хозяйстве, причем без выходных, в такую-то жару. Приходим в машино-тракторный парк около полуосьмого утра, ну, сразу обслуживание комбайна, и к часам десяти выезжаем уже на поле. Приезжаем, ну, к часам десяти, начало одиннадцатого. Как, опять же, погодные условия, все зависит от той культуры, которую убираем, которую можно позже убирать, допустим, как на данный момент пшеница, ее можно молотить позже. Все зависит, и также еще, чтобы техника не подводила свойства, и имеет ломаться уже годы, справляемся. Справляются и ударными темпами, идут к финишу. За первую намолоченную тысячу слаженный экипаж приехал наградить новоиспеченный заместитель председателя по сельскому хозяйству. Максим Анатольевич, позвольте, от имени Слудского районного института комитета поздравить вас с тысячей тонн. Я думаю, не первый. Так? Не первый? Я думаю, и в сезоне, и в последующем. От нас здоровье, потому что я знаю, что значит работать на этой машине, и быть преданным сельскому хозяйству. И чтобы все получалось. От нас благодарны. Спасибо вам, друг. Страшкевич Евгений Сергеевич. Ну, также примите от нас поздравления. И то же самое, чтобы было здоровье. Для того, чтобы воплощалось то, что вы себе надумали, и то, что хотите сделать. Не каждому сегодня дону пойти в уборочную компанию, естественно, комбайн. Тем более мы знаем, откуда вы пришли. Человек должен этим жить. Поэтому от нас благодарственное письмо, которое останется с вами надолго, я надеюсь. И вот такие вынтела. Надо найти место, где их определить. От нас. Сульский райкон профсоюза поздравляет вас с намолоченной тысячей тонн зерна. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы работа приносила радость и финансовую стабильность. Большое спасибо вам за труд. Надеюсь, скоро встретимся на второй тысяче. От районного комитета профсоюза для вас небольшие подарочки. И также вот такой вот знак отличительный на ваш комбайн, что вы передовики повесите на стекло, чтобы все знали, что уедет лучший комбайновый экипаж. Спасибо за труд. Восемь комбайнов, десять экипажей. Каждый уже намолотил более тысячи тонн. Больше чего не могу с уверенностью сказать. Мы перевалили уже 50% на рубеж уборки. Конечно, урожай ожидали намного больше. Мы сделали сильнейшую защиту. Казалось бы, все просто. Что посеешь, то и пожнешь. Но в этом году погода внесла свои коррективы. Труженики полей прилагают максимальные усилия. Так у нас здесь 3000 гектаров клин. И 800 гектаров рапса. 800 гектаров мы убрали при урожайности. 29 центров. Но зерновую группу, я думаю, мы закроем по центру. 45 центров. Хотя все планы были на 50. Следом идет лущение, следом идет похота. Готовимся уже к пащею рапса. Минеральное удобрение зависит 100%. Защита 100%. Все есть для того, чтобы уже приступить к подготовке нового рожая. Главное в каждой уборочной – это слаженный, качественный коллектив. Тогда и никакие погодные катаклизмы не страшны. В этом году подобрались экипажи, просто на петербургах. Мне кажется, ни одного года такого не было. Слаженные идут. Надо ремонтировать, все очень солидно. Чтобы только не злать, потому что обычно говорят, там с глаз мы. Поломок нету серьезных. Поэтому мы уже в первом районе перерогнули. Нет, вторые. Раджко, и мы идем на вторую половину уборки. На сегодняшний день Козловичи сохраняют лидирующие позиции уборочной в районе Осили-Люжа 99% площадей.